Ребята, всем привет! Вы на канале Фан Геймс. Одно время вы просили меня поиграть в игру Браул Старс. В тот момент она мне чем-то не понравилась, но сейчас я её установил и буду изучать вместе с вами. И первое, что появляется в игре, это обучалка, как же нужно двигаться. Наш экскурсовод Шелли, которая рассказывает, что нам нужно собрать кристаллы. И управлять всё это мы будем синим джойстиком. Но я играю на ПК через эмулятор. И сейчас разберусь, какими клавишами управляется наш герой. С кристаллами разобрались, теперь нужно будет разбираться с роботами. И нас будут учить стрелять. По-моему, со стрельбой у меня получается гораздо лучше. А вот сейчас, по-моему, я что-то делаю не так. Не могу разобраться, как же переключаться между красным и синим джойстиком. Что-то нажал и получилось. А по-моему, кроме клавиатуры, нам придётся ещё управлять и мышкой. Есть, с очередным заданием справились. Ага, нам рассказывают про оранжевые полоски. Они отображают наш заряд. Можно нажать на красный джойстик, чтобы атаковать ближайшего врага. А по-моему, это называется автоатака. Одно деление в полоски нам даёт возможность сделать один выстрел. Ребята, кто играет в эту игру? Расскажите, какие персонажи самые лучшие? И кого стоит прокачивать в первую очередь? Вот это выстрел! А сейчас самое главное, нужно назвать персонажа. И это у нас будет страна. Чтобы открыть игру полностью, нам нужно сыграть тренировочный бой. И схватка называется захват кристаллов. Так, и что же нам нужно? Нам нужно для победы собрать 10 кристаллов. Смотрю, у меня есть первый бот и второй бот. Это мои помощники. Пускай они идут вперёд, а я где-нибудь спрячусь. Отлично, против меня также играют боты. Что это за персонажи с пулемётами? Явно покруче, нежели у меня. Вау, а я ведь не смотрю. У красных уже есть 5 кристаллов. У нас только 3. По-моему, нужно идти помогать своей команде. Даже без меня, по-моему, наша команда должна выиграть. Ааа, быстрее убегаем! Пускай на передовой воюет кто-нибудь другой. Берегись, у тебя есть кристаллы. Это что, меня будут преследовать? Вау, у меня целых 7 кристаллов. Вот это круто! Бой окончен, и мы выиграли! Кстати, у наших соперников точно такой же подбор персонажей, как и у нас. Наш боец первого ранга. Интересно, что это означает. Когда ранг поднимается, персонаж, скорее всего, становится сильнее. По-моему, я нажал на сражение, и сейчас буду играть против игроков. В этот раз я тактику менять не буду. И первыми идти в бой также не буду. Не пойму, как это персонажи исчезают. Скорее всего, синие кусты это лес, и можно в нем спрятаться. Круто! Я кого-то подстрелил. Смотрим, у нас два кристалла, у красных три. А вот теперь точно я пострелил. И еще одного записал на свой счет. Правда, это нигде не отображается. Есть победа синей команды! И это был первый настоящий бой! Ребята, еще присваивают звездного игрока. Я, если честно, хотел бы, чтобы были мы. Но, к сожалению, кто-то оказался круче. Заработали немного призов. Ребята, хочу посмотреть, каких же еще персонажей мы сможем открыть. Нашего персонажа, который у нас открыт, зовут Шелли. Это начальный боец. Здоровье 3600, атака 300 и супер урон от выстрела 320. Круто это или нет, я не знаю. Еще не сравнивал. Нита, здоровье 3800, атака 740 и супер урон медведя 400. Нита по статам выглядит круче. Кольт, стрелок, здоровье 2800, атака 300, супер урон от пули 300. Здесь статы еще хуже, нежели у Шелли. Когда открою, обязательно сыграю за бойца ближнего боя. Жизни в него в два раза больше. Джесси, воин, чтобы разблокировать, собери 500 трофеев. Брок, стрелок. Да, чтобы открыть персонажей далее, придется очень серьезно попотеть. Сэнди, легендарный воин, его можно разблокировать, только найдя его в ящике. Еще один легендарный, Леон, скрытный убийца. Посмотрели, помечтали. Провели несколько боев и можем забрать один из ящиков. Здесь нам попадаются монеты и еще один предмет. Очки силы для Шелли. Если честно, я думал, нужно только поднимать ранг, а здесь нужно собирать еще и очки силы. И вот у нас возможность открыть второго персонажа, Ниту. Она является наградой в цепочке пути к славе, первый из девяти бойцов. Нита атакует врагов волной энергии. Значит, она также боец дальнего боя. Подсказка по ящику, здесь могут оказаться бойцы, очки силы и не только. Есть возможность улучшить Шелли. И это нам будет стоить 20 монет, которых у нас всего 115. И чтобы прокачивать героиню далее, нам нужно будет собирать очки силы, либо покупать их за монеты. Если честно, улучшение так себе. Ребята, вы посмотрите, кто нам попался. Поко, редкий один из четырех бойцов. Поко атакует врагов разрушительной звуковой волной. Видно, играть он совсем не может. Ребята, как вы видите, я успел открыть Ниту, а также Кольта. Начальные показатели в Поко намного лучше, нежели в Шелли. Он еще и лечиться может. Но вот кто сильнее Нита, либо Поко, я даже не могу сказать. Кольт выглядит на их фоне самым слабым. Но я думаю, что нам стоит попробовать сыграть за Поко. Команда из десяти игроков набралась очень быстро. Одиночное столкновение бой на выживании каждый сам за себя. И кто же сейчас выиграет? Мы, либо Кольт. Победа за нами. По-моему, эти зелененькие молнии усиливают нашего персонажа. Мы где-то бегаем, а кто-то друг друга стреляет. Осталось всего четыре бойца. Видимо, большинство прячутся в самом центре. Поражение. Осталось три бойца. И наше будет четвертое место. Мне игра понравилась. Надеюсь, вам так же. Жду от вас лайков. Всем пока и до новых встреч.